По весне, когда снег растаял, начинается не только теплая солнечная погода, но и пожароопасный период. С наступлением этого сезона резко увеличивается количество выездов подразделений пожарной охраны. Большинство возгораний возникает из-за человеческого фактора, в том числе из-за несоблюдения правил пожарной безопасности. Чтобы этого не происходило, сотрудник МЧС решил напомнить жителям эти правила. Сейчас мы видим с вами жаровню, которая располагается вблизи строения, вблизи жилого дома. В данном случае это является нарушением. Допускается разведение огня открытого с целью приготовления пищи в мангале либо в жаровне на расстоянии не менее 5 метров от здания. Денис Ситников помог найти оптимальное место для мангала. Все замерили, поставили согласно требованиям. Еще одно важное правило – территория участка должна быть очищена от сухой травы, веток и листьев. В обязательном порядке на территории своего участка должны поставить либо емкость с водой, либо какие-либо первичные средства пожаротушения, либо огнетушители, как правило, либо обычную воду. Отдельно поговорили про котлованы и емкости для сжигания. Котлован должен быть не менее 30 сантиметров в глубину с диаметром не более метра. Территория вокруг него должна быть очищена и отделена противопожарной минерализованной полосой. Располагать его можно на расстоянии не менее 15 метров от зданий. Альтернатива котловану – металлические емкости. Емкость имеется металлическая, но на ней имеются следы прогара. То есть уже эту бочку, эту емкость использовать нельзя. Также она находится на расстоянии, ну, небольшом, порядка 4-5 метров от теплицы. Соответственно, в данном случае располагать емкость и сжигать в ней нельзя. Территорию осмотрели, все нюансы уточнили. Чтобы все было на контроле, владельцам садовых участков необходимо иметь автономный пожарный извещатель. Он крепится к потолку в жилых помещениях и при задымлении издает сигнал. Несмотря на все эти правила, нужно помнить, что разводить открытый огонь категорически запрещается при введении на территории особого противопожарного режима. Уважаемые жители, гости городского округа Пушкинский, хотелось бы вам еще раз напомнить, обратить ваше внимание на обязательность соблюдения требований пожарной безопасности. Берегите себя, берегите своих близких и не нарушайте правила пожарной безопасности. Мария Лихобабенко, Владимир Овсянков, Яков Глейзер. Новости Большого округа.